Вот одно из последних таких мероприятий – это торжественная церемония подведения итогов областного конкурса «Тебя, Сибирь, мои обниму длани». Бессменный председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв рассказывает, вся активность общественников за последние три месяца на этом стенде. Участие в культурных, экологических и патриотических мероприятиях – это лишь часть большой работы. Мы выступили с настойчивой инициативой в адрес органов местного самоуправления, нашей Тюменской области, с просьбой начать сбор материалов по присвоению города Тюмени звания «Город трудовой доблести». Общественную палату Тюменской области образовали 10 лет назад. Она стала трансформацией гражданского форума, который долгие годы возглавлял губернатор региона. Вот уже три созыва представителей общественных объединений, некоммерческих и религиозных организаций отражают интересы жителей Тюменской области. «Вот сейчас, когда формируется новый состав общественной палаты, очень важно поддержать те инициативы, которые уже были сформулированы, поддержаны, продолжить эту работу. Ну и, конечно, обновить состав общественной палаты». Задача «Максимум» – привлечь общественников из муниципалитетов. Уже подали заявки несколько десятков жителей региона, которые решили войти в состав палаты впервые. Еще больше участников выдвинулись повторно. «Люди, которые должны прийти в общественную палату, на мой взгляд, это должны быть хорошие профессионалы. Это люди, которые должны болеть за свое дело и ценить возможность все общественно значимые инициативы, интересы граждан согласовывать с государственной властью и стараться их продвигать на уровень решения». Период выдвижения кандидатов заканчивается 17 января. Первое заседание общественной палаты уже четвертого созыва состоится в конце марта. Елена Старожок, Роман Чинахов, Тюменская служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин